Приветствую вас на канале вкусный уголок. Сегодня мы с вами готовим сладкую шоколадную колбасу. Для этого нам потребуется 400 грамм печенья любого, какое вы любите. Я взяла два вида. Вот такое вот сахарное сливкино и морея затяжное. 100 грамм сливочного масла, 100 грамм орехов, любых у меня грецкие, 2,5 ложки какао и сгущенка 200-250 грамм. Первым делом нам нужно наше печенье измельчить. Измельчаем его так, чтобы оно было не в полную крошку, а чтобы попадались такие более крупные кусочки. Присыпаем наше измельченное печенье в миску. Печенье мы измельчили. Видите, попадаются и мелкие кусочки, и такие покрупнее, всякие. Я его измельчила в блендере. Если у вас нет блендера, то можно просто измельчить руками, поломать на кусочки. Теперь мы сюда добавляем какао. Перемешиваем хорошо. Сюда же мы добавляем порубленные орехи. Видите, не очень мелко, так, средними кусочками. Тоже перемешиваем. Теперь нам нужно добавить сливочное масло. Его нужно растопить. Я его растопила в микроволновке. Можно просто на плите. Опять немножко перемешиваем. И теперь мы будем добавлять сейчас сгущенку. Мы сначала добавим 200 грамм. И если нам будет мало, то мы добавим еще 50. Потому что печенье бывает разное. Более сушее, более мокрое. Поэтому пока добавляем 200 грамм. И хорошо перемешиваем. Все. Я больше не добавляю сгущенку. У меня ушло примерно 230 грамм. У нас должна получиться вот такая вот масса, чтобы она собиралась в комочек. Вот так. Теперь мы берем пищевую пленку. Берем нашу массу. И формируем ее в такую вот колбаску. И теперь вот так вот хорошо, плотненько мы ее заворачиваем. Прижимая так. Формируем, чтобы она была кругленькая. Вот так у нас получилось. С остальной массой мы поступаем точно так же. У меня получилось три вот таких вот колбаски. Теперь нам нужно ее поставить в холодильник на пару часов. Желательно на ночь. Я ставлю на ночь. Если вы делаете свою колбаску для долгого хранения, то ее можно положить в заморозку. А когда вам нужно, достать и наслаждаться. Прошла ночь. Мы достали нашу колбаску. И сейчас мы ее с вами разрежем. Вот такая вот колбаска в серединке. Она очень хорошо режется. Ее можно порезать довольно-таки тонко. И теперь ее можно подавать к чаю. Так что готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...